Жители Актобя обеспокоены тем, что в карьере недалеко от жилого массива планируют разместить производственные отходы. Они уверены, что такое соседство не лучшим образом отразится на экологии. При этом это не единственная проблема. Подробности у нашего корреспондента. Месяц назад жители района Баурла-Стар-3 узнали, что старый карьер недалеко от жилого массива рекультивируют и с тех пор, говорят, потеряли покой. По их словам, в нем планируют разместить отходы промышленного предприятия. Люди обеспокоены тем, что это может привести к загрязнению подземных вод, а пыль при сильном ветре будет накрывать весь жилой массив. Рядом вода. Это действительно опасно для здоровья. В первую очередь это будет просачиваться в почву. Раз они нам эти участки выдали. Я, например, заявление подавала в 2006 году. Через 10 лет я строюсь, все средства сюда нервы, бюджет все вкладываю. Потом я еще должна отравиться. Если здесь начнут размещать отходы, люди будут болеть. Там радиация. Это же понятно. Все население, дети, старики будут страдать. В этот жилой массив мы переехали ради чистого воздуха. Если наши дети заболеют, кто нам окажет помощь? По словам экологов, проекта по рекультивации еще нет. Пока только рассматривают заявление, поступившее от представителей предприятия. Территорию планируют очистить от мусора и засыпать огромные ямы щебнем и песком. В случае, если предложение одобрят, проведут более детальные исследования. Сейчас они указывают, что сертифицированные строительные материалы. Это подразумевается, это щебенка, песок. Возможно, еще что-то. Соответствующие выполномоченные госорганы нам обязательно предоставят сведения, будет ли окружающий страду загрязнение. Не будет. Бассейн, инспекция, лес, холст. Только после изучения всех их специальных документов будет уже дана оценка. Карьер, в котором раньше добывали песок, не единственная головная боль жителей. Землю в этом районе начали выдавать несколько лет назад. Здесь больше тысячи участков. На многих владельцы уже построили дома и живут в них. Однако на весь жилой массив здесь всего одна колонка. И чтобы набрать воду, людям приходится преодолевать приличное расстояние. Автобус сюда не заезжает, и до трассы жители тоже идут пешком. А дороги во время дождей превращаются в месиво из грязи. Мы живем в 10 минутах от города, но, получается, коммуникаций никаких тут нет. За водой тут людям приходится идти 2 километра, некоторым даже 3 километра пешком. Вот тут вот наша колонка на центральной улице. И то вот иногда она не работает. Насос перегорает. Приходится людям самим деньги собирать на насос. Вода. В этом году только реализуется строительство Кундак-Тихар-Актюбе. Это магистральный водопровод. Это где-то в 2025 году будет. К этому времени будет строительство часто работы. Что касается строительства дорог, то конкретных сроков чиновники не называют. Так же, как и не говорят, появится ли в Баурла-Стар-3 школа и детский сад. Наталья Салькова, Айнадин Молдобеков, Октюбье, Хабар-24.